Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу вам, как сшить утепленный комбинезон для собаки. Как всегда, я начинаю с построения сетки для дальнейшего нанесения выкройки. Как построить выкройку по размеру именно вашего питомца, вы можете узнать, пройдя по ссылке, расположенной под этим видео. Итак, я построила сетку, принесла на нее выкройку, а далее вырезаю все необходимые детали. А вот так состоялась наша первая примерка. Для изготовления комбинезона я использовала мембранную ткань, подкладочную стежку и тракторную молнию. Не забываем оставлять по 5-7 мм для припусков на швы. Вырезаем все детали. В процессе кройки я сделала длину задних лап чуть больше, чем было запланировано ранее. Лучше потом срезать лишнее, чем комбинезон будет немного коротковат. Вырезаю, не забывая оставлять припуски на швы. Так же, как и на мембранной ткани, задние лапки я немного удлиняю. Вот такая веселенькая расцветочка у нас будет. Примеряю молнию. По-моему, все отлично получается. Самый главный контролер строго следит за всем производственным процессом. С изнаночной стороны по бокам между собой сшиваем детали полочки, пузика и спинки. Проделываем данную операцию как с мембранной, так и с подкладочной тканью. Важный совет. Прежде чем основательно прошивать все швы на швейной машинке, советую сначала вручную сметать детали между собой и предварительно примерить изделие на питомца. Чем чаще вы будете проводить примерки, тем лучше комбинезон в дальнейшем будет сидеть. По-моему, Джеку комбинезон так понравился, что он уже сейчас ни в какую не хочет с ним расставаться. Если примерка прошла удачно, можно смело прошивать боковые швы на швейной машине. Складываем уже прошитые по бокам детали мембранной и подкладочной ткани между собой лицом к лицу и прошиваем их между собой по низу в районе животика. Чтобы во время прокладывания строчки на швейной машине детали не двигались, лучше всего предварительно их между собой сметать. Ну вот я детали сметала, а далее мне осталось их прострочить на швейной машине. Далее я выворачиваю детали и точно так же в районе животика, только уже с лицевой стороны, прокладываю дополнительную отделочную строчку. Строчку я проложила и вот что у нас получилось. Чтобы в дальнейшем верх и подкладка комбинезона были между собой надежно зафиксированы, с лицевой стороны боковые швы лучше также дополнительно между собой скрепить. Для начала я их сметываю, а затем буду прострачивать на швейной машинке. Далее приступаем к плечевым срезам. Прежде чем окончательно прошивать плечевые срезы на швейной машине, я предварительно их сметываю и провожу примерку на джеке. В процессе примерки я вижу, что в районе животика комбинезон сидит на джеке очень даже хорошо. Животик открыт, ничего не давит, все свободно. А вот в районе проймы у меня оказалось много лишней ткани. Лучшее лишнее срезать уже сейчас, чтобы потом не было натертости в районе подмышек. Пусть будет лучше немного посвободней. Это один из самых ответственных этапов, поэтому спешка здесь абсолютно не нужна. Прежде чем окончательно вшивать рукава, советую снова их вметать в пройму и провести примерку. Да, пройму мы уже подогнали под лапки джека, но при вшивании за счет шва она также может немного уменьшиться, и возможно придется еще раз срезать лишнее. Да и при промежуточной примерке вы сразу сможете откорректировать длину передних лап комбинезона. Итак, в результате примерки мы подогнали длину передних лапок комбинезона, а далее приступаем к их сшиванию. Складываем подкладочную и мембранную ткани обоих деталей лицом к лицу. Чтобы в процессе прошивания на швейной машине детали между собой не двигались, можно сметать их между собой временным швом, либо же заколоть иголочками. Все готово. Сшиваем детали между собой. А далее уже по известной схеме. Выворачиваем и также по низу с лицевой стороны дополнительно прокладываем оденочную точку. Ну вот, можно вшивать рукавчики в комбинезон. Но прежде чем это делать, как обычно, я сметываю детали между собой, для того, чтобы они лишний раз не сдвигались в разные столы. Чтобы в процессе носки вот такие внешние швы не натирали питомцу тельца, я обычно пристрачиваю их дополнительной отделочной строчкой к основанию комбинезона. Вшиваю рукавчик на швейной машине и провожу примерку. Точно так же при помощи дополнительной отделочной строчки пристрачиваю внешние швы рукавов к основанию комбинезона. Ну вот, детали передних лапок комбинезона полностью готовы. Приступаем к деталям задних лап. Для начала отделываем низ задних лапок деталей комбинезона. Схема прежняя. Складываем подкладочную и мембранную ткани обоих деталей лап лицом к лицу и прошиваем по низу с изнаночной стороны. Выворачиваем. Прокладываем отделочную строчку. Теперь нам необходимо выполнить отделку краев комбинезона в районе хвостика и попки. Выворачиваем эту часть комбинезона и с изнаночной стороны прокладываем на швейной машине шов. Сшиваем между собой боковые части деталей задних лапок. И перед тем, как приступать к вшиванию замка, проводим предварительную примерку, чтобы убедиться в том, что наш комбинезон сидит отлично, нигде ничего не давит. Если две половинки между собой немного не совпадают, можно немного срезать лишнее. А далее приступаем к вшиванию замка. Итак, замочек вшит, и снова я провожу, можно сказать, уже завершающую примерку. По-моему, комбинезон сидит на джеке отлично. Ничего нигде не давит, не стесняет движения, да и во время прогулки лапку он может задрать очень даже хорошо. Вот мы и подошли к завершающему этапу нашей работы, пришиванию воротника. Все манипуляции будем проводить уже по знакомой нам схеме. Складываем детали между собой лицом к лицу и прошиваем в верхней части воротника. Выворачиваем и прокладываем дополнительную отделочную строчку. А затем я предварительно сметываю и окончательно пришиваю воротник на швейной машинке. Ну вот и все. Оказывается, не так уж и сложно самостоятельно шить комбинезон для своего питомца. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. А под этим видео я оставлю ссылку на подробную инструкцию с пошаговым описанием и фото. Субтитры подогнал «Симон»